Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней лекции – интервенционное лечение боли. Мы проведем краткий обзор такой обширной темы и обозначим отдельными мазками какие-то наиболее известные, наиболее популярные, скажем так, болевые синдромы и методы их лечения. Какие известны на сегодняшний день техники интервенционного лечения боли? Локальная блокада местными анестетиками, введение стероидов, термальная радиочастотная абляция, так называемая, ТРФ, пульсовая радиочастотная абляция, ПРФ, крио-деструкция или криоанальгезия, химический нейролизис, фенол, алкоголь, глицерин, спинальная нейростимуляция и периферическая нейростимуляция. На слайде изображен радиочастотный аблятор, который делает термальную и пульсовую абляцию. Что такое термальная абляция? Термальная абляция – самая первая, которая применялась для нервных структур. При обычной, стандартной, как ее называют, термической радиочастотной абляции, мы, грубо говоря, пережигаем нерв, то есть на 80-90 градусов температура выставляется, которая нам необходима, и в течение полутора минут мы производим разрушение нерва, который является источником боли. Понятно из механизма действия этой абляции, что такой метод неприменим, если нерв является не только чувствительным, но еще и двигательным. Поэтому была предложена так называемая пульсовая или импульсная радиочастотная абляция нервов, когда мы не поднимаем температуру выше 42 градусов Цельсия, и аппарат производит короткие импульсы 20 миллисекунд, чередуясь с фазами покоя 480 миллисекунд, и воздействует таким образом на нерв. Механизм воздействия на нерв на сегодняшний день существует множество различных теорий по этому поводу. Наиболее популярное из них гласит, что пульсовая абляция приводит к истощению синтеза субстанции Пи, то есть она синтезируется, синтезируется и истощается. И таким образом, как основной медиатор проведения болевой чувствительности в задних рогах спинного мозга, когда он истощается, то нерв не может проводить боль. Ну и, наконец, криодеструкция или криоабляция – это воздействие холодом на нервные структуры. Используется эффект Жиоля Томпсона для получения холода. Это один из основных методов получения низкой температур вообще на планете Земля. Как это работает? Газ подается под давлением специальный электрод, который покрыт тефлоновым покрытием. И на конце этот электрод содержит посеребренную поверхность и нейростимулятор, кроме всего прочего. Эффект Жиоля Томпсона – это, когда газ под давлением проходит через так называемую дроссельную заслонку, резко изменяется давление газа, и, соответственно, мы получаем низкую температуру. В большинстве обляторов холодовых эта температура ниже 70 градусов, где-то порядка 70, минус 78, минус 80 градусов Цельсия. В чем преимущество криоанальгезии по сравнению с пульсовой или термальной абляцией? Что происходит с нервом? С нервом происходит так называемая баллеровая дегенерация. То есть швановские клетки, которые покрывают нерв, они остаются целыми, и таким образом аксон сам, в общем-то, не повреждается. И можно использовать этот метод на крупных меленизированных нервах. Соответственно, не образуются невромы, и если, когда восстанавливается нервномышечная проводимость, то можно повторять эту криоанальгезию несколько раз. При флюоресентном окрашивании под микроскопом было показано, что вот вы видите верхнюю картинку, где зеленым обозначен нейрон, а красным швановская клетка, синие – это ядра. И вот до криоабляции мы смотрим на нерв после криоабляции, когда у нас повреждается тонкая миелиновая оболочка аксона, который, как правило, проводит именно болевые импульсы. И через 32 недели после криоабляции вы видите практически полное восстановление. Нужно понимать, что при лечении хронических болевых синдромов на первое место у нас выступает диагностика. То есть мы не можем лечить то, что мы не можем диагностировать. Большинство претензий наших коллег из смежных специальностей – это неврологов, нейрохирургов, может быть, травматологов – состоит в том, что они говорят, вы же лечите боль, но вы не лечите причину. Как раз это немного неправильное представление, потому что мы как раз находим причину и именно ее и устраняем. Что важно для диагностики хронического болевого синдрома? Что находится на первом месте? На первом месте – это тщательный анамнез пациента, тщательное его обследование, то есть вы должны его видеть, вы должны с ним долго беседовать, вы должны собрать анамнез. И такие методы, как КТ, МРТ, нейромиография, они имеют низкую диагностическую ценность для того, чтобы поставить именно диагноз хронической боли, потому что нам необходимо найти источник. Данные к компьютерной томографии или МРТ нам могут только подсказать, может быть, направить в какой-то степени мысли в определенное русло. Но окончательный диагноз мы можем поставить только если мы проведем блокаду той структуры, которая у нас вызывает боль. Причем эта блокада должна быть не однократной, а как минимум двухкратной. То есть мы делаем блокаду коротким местным анестетиком. Если мы находим источник, находим виновник боли, то значит боль должна исчезнуть на время действия короткого местного анестетика. Если мы делаем блокаду продленным местным анестетиком, то боль должна исчезнуть на время действия продленного местного анестетика. Тогда мы можем в той или иной степени уверенности говорить о том, что мы нашли именно тот источник, того виновника, с которым нам нужно что-то делать. Кроме однократной блокады нервов, то есть которые действуют какое-то ограниченное количество времени, как здесь изображено на слайде, где мы видим блокаду, например, ушно-височного нерва, блокаду надглазничного нерва, мы можем проводить даже непрерывную анальгезию. Для чего нам необходима непрерывная анальгезия? Во-первых, большинство пациентов с болевыми синдромами страдают от боли долгое время, от нескольких месяцев до нескольких лет. И установка катетера в какой-то нервной структуре, если мы нашли этого виновника, позволяет ему отдохнуть от этой боли. Кроме того, таким образом, когда мы постоянно блокируем нервный сигнал, мы снижаем сенсибилизацию. И еще немаловажный момент, что нам длительная блокада нервной структуры позволяет спрогнозировать эффект от абляционных процедур, которые мы предполагаем сделать данному конкретному пациенту. Какие мы можем проводить продленные блокады? Продленная эпидуральная блокада, знакома любому анестезиологу, он может ее сделать, я думаю, без труда. Продленная паравертебральная блокада, тот, кто владеет ультразвуком, я думаю, для него это не составит особенной трудности. Вот здесь на стенке мы видим образец, как раз когда катетер находится в паравертебральном пространстве, вот видно ребра и видно так называемую интеркостальную мембрану, которую в данный момент отсеперировали. И видим мы катетер, который стоит в паравертебральном пространстве. Мы можем провести продленную анальгезию отдельного нерва. Для чего это бывает необходимо? Например, мы должны понять, что если мы проведем абляцию данной нервной структуры, не позволит ли человеку это в дальнейшем, например, ходить? Если мы ставим катетер, к примеру, как в данном случае, к большеберцовому нерву и проводим постоянную инфузию низкоконцентрированной местной анестетикой, если человек ходит и чувствует себя вполне комфортно, то мы можем провести, соответственно, в дальнейшем тоже пульсовую либо крио-деструкцию данной нервной структуры. Все плоскостные блоки, которые известны на сегодняшний день, например, тот же самый ТАП-блок, мы также можем поставить туда катетеры. Мы можем поставить катетеры субкостально и захватить всю переднюю брюшную стенку обезболиванием и использовать различные эластомерные устройства или какие-то другие электронные помпы длительное время поддерживать эффект обезболивания. Таким же образом можно поставить катетеры в пространство выпрямителя спины, этот так называемый ESP-блок, очень популярный на сегодняшний день, и обезболивать длительное время одну половину грудной стенки. Обратите внимание, что работы, посвященные продленным блокадам именно нейрофасциальных пространств, это работы последних лет, вот 2018 год, 2019 год. Здесь показана блокада эректор спины, прошу прощения, Ceratus anterior plane block, то есть нейрофасциальное пространство передней зубчатой мышцы. Очень эффективная блокада при переломе ребер, особенно при множественном переломе ребер, может использоваться как при лечении острого болевого синдрома при комбинированной травме, так и при лечении онкологической боли. И также в это же пространство, при лечении онкологической боли, мы можем, например, провести нейролизис. По поводу безопасности непрерывной анальгезии. Вот на данном стадии представлены два обзора буквально последних лет. Это не КС-репорт, это не какие-то исследования единичные, это уже обзоры, обзоры 2018 года, когда авторы описывают непрерывную анальгезию в педиатрической практике. Это коллеги из Белграда, которые пишут о том, что они еще, по их мнению, согласно данным этого обзора, это достаточно безопасно и у детей, и можно выписать ребенка домой, причем они использовали в большинстве случаев там используются именно эластомерные устройства, эластомерные помпы. Они говорят только о том, что необходим контакт все-таки с анестезиологом, хотя бы по телефону, и правильное обучение родителей и детей использовать эти эластомерные устройства. В кардиохирургии данный обзор авторы говорят о том, что непрерывная анальгезия после кардиооперации вероятно в ближайшем будущем будет краеугольным камнем именно обезболивания и ранней мобилизации таких пациентов. Что нам необходимо для того, чтобы проводить вот такую диагностику, чтобы проводить блокады, чтобы восстанавливать катетеры каким-то нервным структурам? Минимальный набор. Нам необходима визуализация, нам необходим нейростимулятор, необходимы расходные материалы и какие-то устройства, которые будут постоянно доставлять к анестетике к данной нервной структуре. Предположим, диагноз у нас установлен. Какие техники мы можем использовать? Давайте попробуем рассмотрим частные какие-то случаи наиболее известных болевых синдромов, начавная сверху вниз. Начнем с головы. Супроорбитальная невралгия. Очень частая причина головной боли. И эти пациенты, попадающие к специалисту хроническому лечению хронического болевого синдрома, они уже часто прошли многих специалистов, включая терапевтов, неврологов, стоматологов, лор-врачей. Эту боль часто путают с мигренью, с кластерной головной болью. Это может быть лобный синусит под вопросом, когда пациент, который приходит, ему уже делали какую-то хирургическую манипуляцию. Причина чаще всего супроорбитальной невралгии – это травма. Это может быть удар лицо, это может быть автодорожная травма. И в течение многих лет эта головная боль может не проявляться, потому что рубец формируется долго, и в какой-то момент происходит компрессия ветки данного нерва. Характерно то, что такая боль, она связана с задержкой жидкости, она усиливается у женщин передмесячными, то есть передместруальный синдром так называемый, может быть травмирован от неподходящих очков, усиливается при нахмуривании, при щуривании. Также причиной может быть и лучевой неврит после проведения лучевой терапии, или герпезостер. Нерв очень хорошо виден под ультразвуком, и здесь мы можем проводить либо крио, либо пульсовую абляцию. Инфрабритальная невралгия – это конечная ветвь второй ветви тройничного нерва. Часто симулирует эту боль, путает ее с геморитом, с какой-то стоматологической патологией. Пациенты, попадающие по специалисту пейд-менеджмента, у них могут быть уже удалены зубы все на этой стороне, у них может быть проведен прокол гаймеровой пазухи, тем не менее боли не купируются. Причиной может быть также герпетическая инфекция, лучевой неврит. 2% приходится на какую-то фасциальную травму, и боль усиливается при улыбке или смехе. Также прекрасно видно отверстие инфраорбитальное под ультразвуком, и здесь эффективно будет как крио-абляция, так и пульсовая радиочастотная абляция. И последний на лице конечный вид троичного нерва – это ментальный нерв. Таким же образом путают ее со стоматологической патологией, удаляют человек из зубы. Опять же герпетическое повреждение, опять же лучевое повреждение, или какая-то фасциальная травма, удар по нижней челюсти. Все отверстия расположены в одной плоскости, прекрасно видны под ультразвуком, всегда видна рядом пульсирующая артерия, и мы можем провести абляционные процедуры с этим нервом. Еще одна конечная ветвь тройничного нерва – это конечная ветвь третьей ветви, то есть нижней челюстной нервус аурикулатемпоралис. Это височная головная боль. Обычно ее могут путать с патологией височной и нижней челюстного сустава, и характерно для этой боли, что она возникает под утро, то есть 4 часа утра, и у некоторых переводят в бруксизм. Поэтому, когда человек скрипит ночью зубами, то это не обязательно, что у него глисты, то это может быть невралгия аурикулатемпоралис. Нерв находится у козелка за височной артерией сразу же. Также хорошо его можно идентифицировать и провести и тестовую блокаду, и провести абляцию. Если мы не можем справиться с болью в битве тройничного нерва, когда мы работаем с периферическими его, с окончаниями, скажем так, то мы можем провести абляцию стволов под контролем ультразвука. Мы можем увидеть верхнюю челюстную ветку между зигоматикусом и шейкой нижней челюстного отростка. И мы можем увидеть винирус мандибуляриз, который находится за актерией макселяриз, между массетером и вакцинатором. Вот на нижнем слайде приближена картинка, более видно. И можем поставить туда, провести конюлю или криоэлектрод и провести абляцию данных структур. Сделать инъекцию в газсоров узел под ультразвуком не представляется возможным. Тем не менее, блокаду газсоров узла возможно сделать под ультразвуком, когда раствор попадает не в овальное отверстие, которое находится за нижним челюстным отростком, а форабон ротундум, где выходит вторая ветвь тройничного нерва, и к ней мы можем замечательно подойти. Она находится за крылонебной пластинкой, впереди находится артерия макселярис, и перед артерией макселярис, если мы введем место анестетик, то через форабон ротундум в 80% случаев мы заблокируем все три ветви газсоров узла, то есть весь газсоров узел. Доступ к газсоров узлу под рентген-контролем более, скажем так, оптимальный, когда мы 100% попадаем туда, куда нам надо, и здесь мы можем, здесь наиболее эффективным будет все-таки термальная абляция, а не пульсовая, или какая-то другая, потому что это доказательности уровня 1А, что термальная абляция газсоров узла приводит к 100% излечению при невралгии тройничного нерва. Акциопитальная невралгия это очень важные нервы, то есть нервы, большой затылочный нерв. На сегодняшний день считается, что большие затылочные нервы необходимо блокировать при любой головной боли, каким-то образом они принимают участие в любой головной боли, в любого характера. И даже существует такая рекомендация на сегодняшний день, что если мы не можем никак справиться с головной болью, то облегчить человеку жизнь можно, если поставить нейростимуляторы к большим затылочным нервам и проводить постоянную пожизненную нейростимуляцию. Это значительно снижает уровень хронической головной боли. А хроническая головная боль это боль чаще, чем 15 дней в месяц. При кациопитальной невралгии эффективны будут и блокады этого нерва. Мы прекрасно видим нерв под контролем ультразвука, видим пластинку второго шейного позвонка, видим мускулюс обликтус капитис, над ней 7 спиналис и над ней терпецию, которая крепится как раз к затылочной области. И в межфассальной пространстве как при топ-блоке мы можем заблокировать этот нерв, либо провести его в пульсовую облицию, либо также эффективно здесь будет очень криоанергезия. Шейный отдел позвоночника, боль в шее, боль в радиации надплечья, боль с радиацией в височную область, даже в нижнюю челюсть, которая связана с посеточными суставами. На сегодняшний день подход к посеточным суставам может быть как под контролем рентгена, так и под контролем ультразвука. Я лично предпочитаю ультразвук, потому что я вижу сам сустав, вот видно под узей картинка. Мы видим нерв, медиальную ветку посеточного сустава. И если раньше говорили, что подход вот такой out of plane, он несколько опасен, потому что спереди находится у нас позвоночная артерия, то на сегодняшний день есть подход к медиальной ветви в поперечном направлении, когда мы видим так называемую колонну шейного позвонка впереди, видим задний рог поперечного отростка. И вот в этом месте как раз вот здесь полуостистая мышца, которая крепится к каждому позвонку и идет к затылку. И тут мы можем лечь вдоль этой ветви медиальной и прекрасно провести ее абляцию. Плечевой сустав. Многим анестезиологам приходится сталкиваться с операцией на плечевом суставе, которые проводят травматологи-ортопеды. Наиболее частая операция это реконструкция вращательной манжеты плеча. И именно при импинчмент-синдроме, при нарушении вращательной манжеты плеча в первую очередь страдает у нас надостная мышца. И сухожилие надостной мышцы рвется в первую очередь. И она иннервируется как раз именно нервус супраскопулярис. А нервус супраскопулярис у нас лежит в вырезке лопатки. Прекрасно идентифицируется под ультразвуком. И мы можем провести как импульсную, так и холодовую абляцию данного нерва. Причем холодовая наверное будет предпочтительней именно в плане того, что если это послеоперационная реабилитация, когда человек долго находится в повязке, потом необходимо разработать как-то движение в плечевом суставе, то длительное обезболивание качественное, проведенное холодом, позволяет восстановиться в послеоперационном периоде. И также это позволяет лечить импинчмент синдром, который консервативно можно вылечить, уменьшив боль в плечевом суставе. И это дает возможность пациенту пройти курс гимнастики и реабилитации. Боль в груди и животе. Боль в груди и животе, если мы говорим про грудную стенку, то это могут быть переломы, посттеракотомическая боль, это может быть какие-то кленовидные деформации тел позвонков, которые связаны с остеопорозом, это могут быть метастазы, опять же, и патологический перелом позвонков, и может быть межреберная невралгия, связанная с тем же герпесом зостером. Здесь нам доступны под ультразвуковым контролем межреберные нервы. показано на данной картинке видно вот этот так называемый шар холода, который образуется на конце криоэлектрода. Он стоит как раз в межреберном промежутке под верхним краем, нижним краем вышележащего ребра, и там мы можем сделать криодеструкцию межреберного нерва очень эффективно. При этом у нас не страдают сосуды, при криодеструкции, в отличие от термальной, потому что скорость кровотока и температура там в сосуде такая высокая, что мы не можем никак повредить вот этим шариком холода сосудистые структуры. также эффективно пульсовая радиочастотная абляция дорозального ганглия спинномозгового нерва, которую можно установить элиферот как под рентген контролем, так и по ультразвукам. Что касается боли в животе, надо понимать, что висцеральная боль не может длиться долго. Если у человека долго болит живот, а бывает это происходит годами, то наиболее вероятная причина это боль в передней брюшной стенке. Как правило, эти пациенты они бедные, они уже обследованы, у них проведены различные болезненные манипуляции, эректороманоскопии, колоноскопии, различные рентгены с контрастом, даже может быть поставлен диагноз какой-нибудь мегаколон, даже могут быть проведены оперативные вмешательства вплоть до подшития куда-то кишки или удаление пупка, мы таких пациентов тоже видели, но наибольшая, наиболее частая причина так называемый акне синдром, то есть это антериоркутенеус неофентратмент синдром, то есть когда конечные ветви спинно-мозговых нервов, когда они проходят сквозь прямую мышцу живота, они здесь испытывают компрессию, не происходит так называемая компрессионная ишемическая нейропатия кожных ветвей спинно-мозговых нервов, по аналогии также описывает синдром покнест, так называемый, когда задние кожные ветви, которые выходят сразу же от корешка у нас в спине, они могут быть зажаты в выпрямителе спины, диагностика блокада вот на данном слайде на препарате эти нервы показаны наиболее эффективно, когда мы видим соответствующую артерию, сопровождающую этот нерв и если нам блокада показывает, что причина боли именно здесь, тогда мы можем провести криодеструкцию данных нервов ну и попутно сделать, конечно, гидродиссекцию. Боль в паху как правило чаще после грыжесечения или разреза по фоноштелю побреждаются чаще всего и лингвенальные нервы и соответственно и лингвенальная блокада и в дальнейшем какие-то абляции данных нервов очень эффективны. Хроническая тазовая боль это как правило либо пудендальная либо генитофеморальная невралгия и криодеструкция и пульсовая радиочастотная абляция данных нервов является спасением данных пациентов. Коленные это забедренные суставы. Если мы говорим про послеоперационную боль и даже скажем так предоперационное обезболивание на сегодняшний день появилось много работ связанных с деструкцией гинекулярных нервов до например протезирования коленного сустава но если это боль послеоперационная и довольно часто кстати при протезировании коленного сустава повреждаются бедки нервософенус и сустав поменен а боль в колене осталась и это не обязательно будет виновны гинекулярные нервы вот например инфрапателяр нервософенуса и переднюю кожу нервбедра криодеструкция очень эффективна при таком виде хронического болевого синдрома если же боль в суставе связана с артрозоартритом как современная классификация говорит о том что это не так как мы раньше говорили что остеартроз да это артрозоартрит все таки то здесь традиционно используется денервация суставов то есть если мы говорим это с бедренным суставом то это основные ветви суставная ветвь бедренного суставная ветвь запирательного нерва гинекулярные ветви коленного сустава здесь существуют разные вариации не обязательно так как это показано на картинке но и холодовая и термальная абляция здесь достаточно эффективны так называемый low back pain вы часто слышите такое выражение то есть если по-русски говорить то боль в пояснице боль в пояснице имеет очень разветвленную этиологию например если приходит к вам пациент и говорит что у него болит справа где-то в области поясничных крестцов и радиации в ягодицу даже может быть по задней поверхности бедра то здесь может быть как минимум 8 источников боли и говорить о том что у него именно фасеточные сустава болят или у него крестово-поздошные сустава болят вы не можете до тех пор пока вы не проведете четкую диагностику и только получив источник боли вы будете уверены и будете знать что с этим делать все очень часто забывают про так называемые колониальные нервы которые имеют делятся на верхний медиальные и нижний колониальный нерв причем боль при невралгии колониальных нервов ее еще называют псевдоэшиаз и очень часто ее можно путать с радикулопатией поэтому диагностика здесь крайне важна под ультразвуком мы можем найти на гребне подвздошной кости колониальные нервы провести их вначале блокаду а потом какую-нибудь деструкцию чаще всего там бывает достаточно все же гидродиссекции но иногда приходится прибегать именно к воздействию холодом донервация крестово-подвздошных суставов то есть патология крестово-подвздошных суставов тяжелая патология когда сакроилийт с выраженным артрозоартритом и введение стероидов неэффективно тогда остается один выход донервация данных суставов когда ветви нервов выходят из каждого крестового отверстия идут к соответствующему крестово-подвздошному суставу мы можем их донервировать либо при помощи термальной абляции либо при помощи так называемой холодовой абляции это отдельный аблятор существует отдельный электрод для этого охлаждаемый электрод так называемый где внутри циркулирует вода для того чтобы меньше было поражение окружающих тканей вот здесь показана донервация сустава набором полисад когда мы устанавливаем 6 канюль и проводим биполярную абляцию ее можно провести как под контролем рентгена так и под контролем ультразвука на данной картинке видно тень креста и вот эти так называемые зазоры или провалы это и будут крестовые отверстия если мы станем латеральней от крестовых отверстий то как раз мы попадаем на те нервы которые идут крестово-позвращенному суставу также эффективна здесь криоабляция когда ставится один изогнутый длинный электрод вдоль всех этих отверстий боль в пояснице это также может быть фасеточный синдром и для фасеточного синдрома мы также можем использовать как рентген навигацию так и ультразвуковую навигацию мы можем сделать и блокаду суставов фасеточного и блокаду медиальной ветри которая ее иннервирует вот здесь очень хорошо показана такая 4D скажем так реконструкция где стоит криоэлектрод и вот здесь сбоку на слайде видно шар холода который образуется на конце этого криоэлектрода онкологическая боль онкологическая боль стоит особняком она все-таки наиболее проблемная наиболее трудно поддающаяся лечению потому что как вы знаете она имеет в своем составе всегда несколько компонентов это иноцисепция это и нейропатия это и висцеральная боль это и соматическая боль и все они перекликаются между собой но наиболее простая манипуляция интервенционная которую может выполнить анестезиолог это все-таки наверное будет эпидуральная анальгезия потому что анестезиолог как говорится сам бог велел большинство все-таки владеют нейроаксиальными методиками какие ограничения эпидуральной анальгезии мы не можем захватить большую область потому что будет тогда высокий симпатический блок большой вернее симпатический блок у ослабленных онкологических пациентов чаще это показания когда терминальная стадия заболевания с прогнозируемым ограниченным сроком жизни когда мы можем затонулировать катетер и он будет стоять у вас месяц но он может стоять и больше конечно по нашему опыту у нас и до 4 месяцев стояли катетеры эпидуральные и необходимые более высокие дозы анестетиков и одевантов ну по сравнению с той же интервенционной анальгезией и здесь мы можем использовать те же самые какие-то эластомерные или электронные устройства для постоянного постоянной инфузии местного анестетика и вместо анестетика и какого-то агиванта или какого-то наркотика того же морфина интертакальная анальгезия показания к ней это толерантность системным эпиоидам несмотря на повышение дозы это очень выраженные побочные эффекты и неспособность пациентов с болью безопасно использовать системные эпиоиды но надо говорить о том что скорее мы можем использовать совместно интертакальную анальгезию с какими-то другими обезболивающими препаратами для того чтобы значительно снизить эпиоидную нагрузку и существуют различные варианты то есть это может быть имплантация спинальной порт-системы который этот вариант достаточно дешевый но все-таки более безопасный чем катетер который стоит снаружи когда все-таки приемная камера порта находится под кожей и мы можем через ту же иглу губера либо вводить дозированные растворы того же морфина либо через помпу вместе с местным анестетиком в зависимости от уровня боли конечно идеально это было бы наверное интертакальная помпа но стоимость вы видите сравним мы 300 долларов и 20 тысяч долларов все-таки далеко не всем доступно кстати у стила жопса стояла интертакальная помпа но не потому что он очень богатый человек а потому что это по страховке ему она была поставлена нейролитические процедуры нейролизис чревного сплетения показания это висцеральная боль в верхней части живота это злокачественная опухоль либо первичная либо метастаза поджелудочная железо гипотабилиарная система желудок селезенка тонкий кишечник восходящая облачная кишка рак надпочечников противопоказания традиционной местной системной инфекции как голопатия гемодинамическая нестабильность гиповолемия которую мы можем поправить и значительные анатомические аномалии когда мы не можем увидеть никак подобраться например к этому к чревному сплетению вариант под рентген контролем так называемый задний доступ возможен осложнение его попадание спирта к нервным корешкам и возможность развития пареза передний доступ через переднюю брюшную стенку когда мы видим аорту видим чревный ствол сагитальной плоскости поперечной плоскости и брюшную артерию все же лучший подход считается справа поперечном сканировании как потому что справа лежит самый большой узел самый большой ганг для этого сплетения проводить лучше под эндотрахеальным наркозом то есть когда вы заинтубировали пациента и для того чтобы вам не мешали дыхательные движения можно поставить катетер и на большом потоке кислорода необходимо всего 2-3 минуты для того чтобы вести 20-40 мл спирта нейролизис верхнего подчревного сплетения показания к применению это висцеральная боль в области таза вызванная злокачественными заболеваниями органов малого таза противопоказания такие же местные системные инфекции к углопатии значительные анатомические аномалии также есть задний подход под утрозвуком к чревному к верхнему подчревному сплетению и задний подход под рентгеном прошу прощения и под ультразвуком мы можем увидеть тело 5-го поясничного позвонка бифрукацию сосудов между ними упереться в тело позвонка и ввести нейролитический раствор непарный ганглей непарный ганглей это боль в промежности это левоопухоль лево метастазы поражение вульвы прямой кишки заднего прохода или промежности противопоказания традиционные инфекция к углопатии анатомические аномалии непарный ганглей находится за либо первым либо вторым копчиковым сочленением мы можем это сделать под рентген контролем провалиться туда иглой вести контраст увидеть распространение раствора вести нейролитический раствор также это возможно сделать под ультразвуком когда мы в поперечном скане видим рожки креста в продольном скане видим крестово-копчиковую связку дальше мы опускаемся ниже к удальней видно отверстие то есть мы видим здесь сочленение копчиковое сочленение и идем туда иглой подавая раствор шприцом низкого сопротивления пока не пройдем сочленение до конца следует упомянуть что также возможен нейролизис отдельных нервных структур например межреберных нервов как показано на данном слайде и любых других нервов которые нам необходимы которые проводят боль от данной области данной пораженной области опухолью вот это может быть работой со сплетениями как вот например на данный пример шейное сплетение при метастазе в ключицу проведение пульсовой радиочастотной абляции шейного сплетения мы рассмотрели нейролизис которые наиболее наверное известны на сегодняшний день но кроме этого время ограничено мы не можем рассмотреть все обширные весь обширный арсенал который возможен при лечении онкологической боли именно интервенционные методики следует понимать что все анестезиологические методики как паравертебральная блокада как плоскостные блоки передней брюшной стенки и грудной стенки они все могут быть использованы при лечении онкологической боли и даже использованы для проведения нейролизиса за бортом у нас остались нейростимуляции спинного мозга скорее это больше относится к нейрохирургам они это их стезя в нашей стране по крайней мере периферическая нейростимуляция у нас нет зарегистрированных по крайней мере мне известных вот таких хороших периферических нейростимуляторов которые мы можем использовать интервенционно может быть в ближайшие годы они появятся какой-то вроде бы какой-то был но я в руках не держал по крайней мере к сожалению не довелось хотя это замечательная методика когда мы можем поставить электрод в любое пространство подвести к любому нерву и проводить нейростимуляцию в течение длительного времени например двух недель месяца и таким образом купировать и сенсибилизацию и хронический болевой синдром хордотомия очень опасная процедура используется она думаю исключительно при онкологической боли рефракторной когда нет другого выхода когда мы не можем никак справиться и чревато тяжелыми осложнениями но надо сказать что конечно очень эффективно при рефракторной онкологической боли но осложнения там будут очень серьезные это если сказать простыми словами сжигание проводящих путей спинном мозге и интратекальный нейролизис введение нейролитика спинальное пространство мне довелось делать лично это дважды я бы не сказал что я очень доволен эффектом опасная тоже процедура но когда безвыходная ситуация скажем так эффективность на 50% у 50% та же кстати как при нейроистемуляции спинного мозга а вот разрешите на этой ноте закончить мою лекцию словами классика антона палача чехова который очень хорошо может быть предвидел теорию мелзика теорию боли входных ворот то есть одна боль всегда уменьшает другую наступите кошке на хвост когда у нее болят зубы и ей станет легче спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...